в этом видео хотел бы рассказать о покупке обуви на алиэкспресс частности о кроссовках тапочках ботинках какие плюсы какие минусы стоит ли покупать тем более сейчас 2015 году когда курс доллара достиг непонятных высот и я не знаю какой он еще будет покупал кроссовки пару лет назад что могу сказать какие плюсы пару лет назад такие кроссовки брал за 46 долларов 50 центов по моему по тому курсу принципе нормальная цена плюс это была цена минусы какие минусы можно ошибиться с размерами не принципе повезло когда я покупал и качество товара который не соответствует действительности когда покупал было написано что это кожаные кроссовки я думал что это реально настоящие кроссовки фирма adidas оказалась подделка уже не пахнет грубо говоря походил в них год и уже во что они превратились подошва стирается как видно здесь вот эта часть черная сделана я так понимаю из каких-то отходов даже видно какие-то маленькие вкрапления беленькие даже не беленькие красненькие не дают она различный пластик добавляют на наркита свои остатки там с производством и не знаю чего ну и делают такую подушку непонятно которая течение одного сезона стирается это одно и кожа так называемая кожа китайцы начались хорошо подделывать кожу с виду сначала казалось действительно кожаные кроссовки вроде запаха никакого не было походи в сезончик порой просто попал под дождь понял что на самом деле это никакая не кожа какая-то клеенка покрытая сверху тканей покрыли сверху ткань такой по дубинку уже в общем сезон и кроссовки можно выбрасывать смело на мусорку это с учетом того что если человек еще ходит аккуратно сечек не аккуратно то я не знаю такие кроссовки в руки чека там течение на 0 месяца и не знаю может у кого-то попадались хорошие кроссовки но я уже покупал не было три покупки на алиэкспресс кроссовки вот такие вот тапочки я покупал еще сейчас покажу вам такие вот тапочки покупал и ботинки кроссовки уже объясню что там какие минусы принципе на ноги сидят хорошо и ноги сидят хорошо но то что не кожа это большой минус потому что и ноги пакет и все остальное и такие тапочки покупал тоже как бы фирменные написано кларк вот походил один сезон и вот во что они превращаются стирается подошва тоже помимо того еще на и лопается так вот красиво сам материал тоже превращается непонятно во что и на что тоже не кожа нарвется не за как называется пишется на английский laser искусственная кожа там или как репрессованная как они там обозначают следу сначала были симпатичные да но где-то уже хорошо сидят но походил сезончик один превращается непонятно на что превращается какие-то калоши внутрянка разлазится все и были мне еще ботинки ботинки такие что у них вот у них интересная подошва я показываю как здесь у них получается подошва сделана для облегчения вот такие пустоты она сделана как соты образуются такие пустоты это все полностью полая здесь эти дырочка такая это все полы и вот зимой когда ходишь так обуви она дано легенькая но когда на улице морозы и подмезает земля появляется лед ты входишь фактически босиком потому что вот это вот подошва она не защищает от мороза эти поры делают они там картинки такие же не сгинаются такой красиво благодаря тем называемым секциям этим она хорошо сгинаются на легкая подошва но на самом деле она не практичная вот лопнула все стирать если сотрется то буря у тебя будет такие маленькие сутки здесь посредине какая же альтернатива тем более сейчас когда экономическое положение очень сложное в украине 2015 году курс доллара уже 2650 вот пару месяцев назад я покупал кроссовки в любом крупном городе украины есть фирменные магазины пума adidas где реализуется настоящая фирменная обувь от производителя и вот я покупал пару месяцев назад до доллар стоил порядка 20 гривен на карточных счетах если покупать за граница то как и конвертировалась по 20 гривен вот такой кроссовки такие обошлись мне 599 гривен какие плюсы настоящая кожа качественно можно померить обувь в магазине походить по магазину попробуй как сидит это обувь кого тебе на ноге правую и левую померил походил качество самое главное и настоящие материалы написано цена и он написано там в английском языке что это кожаная верх кожаная верх кроссовок кожа остальное там другие материалы пишется но самое главное что натуральные кожаные кроссовки которые будут носиться и не промокать когда пойдет дождь не так как эти походил дождь попал все они уже мокрые насквозь и грубо говоря вот если брать вот я взял эти за 599 гривен 600 гривен грубо говоря а эти кроссовки себе покупать сейчас они стоят амиэкспресс там такого плана там 45 50 долларов и 60 если брать нынешний курс это выходит порядка 1200 1300 даже полторы тысячи гривен такие деньги принципе у нас магазине тоже можно взять такие же кроссовки так что на сегодняшний день алиэкспресс плане покупки обуви я считаю не актуально насчет там остальных вещей не знаю там электроника может еще и дешевле хотя тоже на рынке сейчас переполнена товарами покупательная способность слабая так что на рынке у нас можно найти практически по той же цене что и за границей в китае по крайней мере торговых площадках вот что я хотел сказать по этому поводу так что если вы решитесь покупать на алиэкспресс прежде всего подумать и стоит ли это делать или не стоит и возможно будет даже проще пойти если вы живете в крупном городе проще пойти просто нормальный магазин пока еще цены не подняли может они скоро вообще скроме выйдут эти магазины и взять нормальные кроссовки нет это вот барахло